Верхний рынок Шимкента на часах 14.00. Причина затора не увеличившееся количество транспорта, а ямы на дорогах. Снег растаял, а вместе с ним сошел и асфальт. Многие водители называют это дорожной войной. Проехал, не увидел яму и попал в лучшем случае на ближайшую станцию техобслуживания. Давай, давай, давай. В сети уже гуляют мемы про шимкенские дороги, а неравнодушные граждане из подручных материалов делают предостерегающие знаки. Горожане грустно сравнивают вот эти вот ямы с окопами. Если в плохую погоду транспорт провалится, вот эти вот ямы, то выбраться из них будет очень сложно. Дорожники уже начали свою работу по реконструкции. Главное, чтобы залатали качественно. А это улица Гагарина. Здесь уже начались ремонтные работы. В Акимате уверяют, что в апреле текущим ремонтом будут охвачены более сотни улиц Шимкента. Начали работать подряд на организации. Сейчас по мере возможности, пока завод, вот в пару дней завод скоро запустится. Но пока, несмотря на это, не ждем, пока завод запустится. Мы сейчас заделываем из подручных материалов, это брусчатка и с такими сухими смесями. Сколько бюджет был сегодня выделен и сколько был он вообще в прошлом году? Ну, на сегодняшний день бюджет 300 миллионов. Ну, по сравнению с прошлым годом, это на 10 процентов меньше. Ну, до конца года у нас время есть. Если по необходимости, естественно, будем делать заявку для выделения средств. Количество ремонтируемых дорог будет лично контролировать Аким Шимкента. Поводом для жесткого контроля стали нарекания горожан, которые недовольны состоянием дорожных полотен. Городской глава обратился к специалистам на заседание Акимата. Дороги на окраины города, да и в самом центре, находятся в плохом состоянии. Везде ямы, трещины. Проблемы создают и коммунальщики, которые после своих работ оставляют дороги незарытыми. Они обязаны асфальтировать улицы. И не просто так, потоптав лопатой, а основательно. По трассе А2 со стороны Тулькубасского района невозможно ездить. Ямочного ремонта не хватает на год. После второго дождя асфальта уже нет. Я понимаю, что там большой поток грузовых машин. Но это ведь нужно учитывать при ремонте. Теперь лично буду проверять качество дорожных работ. Если будет сделано недобросовестно, не примем в эксплуатацию и не заплатим подрядчикам. Учитесь у зарубежных специалистов. Ремонт они делают аккуратно и быстро. В Шимкенте в ближайшее время начнется и капитальный ремонт более 200 улиц. Причем в список попали не только центральные, но и дороги в новостройках на окраине Шимкента. На эти цели из бюджета выделят почти 8 миллиардов тенген. Шутин Саидов, Талхат Абдинабиев, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании ОТРАР.